Если я включу, а то потом забуду. Так, сегодня у нас лекция. Дальше лабораторные занятия в четверг. Попробуем начать уже лабораторные занятия. Немножко рисунки, схемы. Попробуем осваивать понемногу. Первое занятие будет посвящено определению качества рыбного сырья. Свежего, охлажденного, замороженного, какие требования предъявляются, как должна выглядеть рыба в том или ином состоянии. Ну а потом дальше уже по технологической схеме добыча рыбы, предразделочная обработка, хранение в охлажденном или замороженном или свежем состоянии. Ну и потом дальше разделка и так далее. Так, сколько нас? Восемь человек. Ну еще чуть-чуть буквально. Так, что-то тут мне присылают. Но это не столь важно. Так, мы с вами говорили о классификации рыбы, о химическом составе, о том, что она усваивается в большей степени и быстрее после обработки, чем, скажем, мясное сырье мясоназемных животных. В основном от строения, от строения белков рыбы, от того, что в ней и меньше соединительной ткани, и она более рыхлая, более доступная. Все это делает рыбное сырье весьма ценным продуктом, в лучшую сторону, отличающимся по многим показателям от одноименного мясного белкового сырья наземного происхождения. Ну понятно, что рыбу надо добыть, рыбу надо сохранить до переработки, надо умело переработать. Ну вот постепенно мы посмотрим с вами, что даже переработка рыбного сырья, она отличается от переработки мясного сырья и тоже местами как бы в лучшую сторону. Ну, сегодня мы продолжим разговор о рыбном сырье и посмотрим, ну именно то, что важно при переработке, поскольку все-таки технологи и не совсем рыбники, такие уж законченные, но наряду с переработкой мясного сырья, переработкой птицы, необходимо знать и эти вопросы. Вот вначале поговорим о строении тела рыбы. Это важно для правильной разделки, это важно для правильной транспортировки рыбы, для расположения ее в местах хранения, как сырьевого продукта. Поэтому немножко об этом скажем. Большинство рыб имеют симметрично построенное тело, но вот только придонные рыбы, типа камбала, у них немножко тело, ну как бы сдвинуто, вот смято, не совсем симметрично построено. Но это не мешает и добывать, и разделывать, разве что процент отходов после разделки камбаловых придонных рыб, он больше, чем от разделки рыбы, говорят, пелагической, то есть та, которая вот в толще воды живет, ближе к поверхности, немножко дальше от поверхности, там именно симметрично построенное тело. Тело рыбы можно разделить на три основные части. Голову, туловище и хвост. На туловище имеются плавники, ну мы вот ниже их там посмотрим чуть-чуть. Поверхность туловища покрыта кожей или шкурой, которая несет чешую, еще один защитный слой, или вот у осетровых заостренные костные пластинки, щитки. Под кожей находятся мышцы, которые образуют мясо рыбы. Мышцы, в свою очередь, поддерживаются костным или хрящевым скелетом. В брюшной полости расположены внутренности, совокупность ряда органов, которые выполняют различные физиологические функции. Кроветворение, пищеварение, размножение, движение, ну и некоторые другие. Твердый внутренний скелет – это основа тела рыб, состоящая из костей или хрящей, или костей и хрящей. Ну вот здесь вот есть рисунок – это скелет костистой рыбы. Не хрящий, костный, не хрящевый, а именно костистой. Тут скелет, ну как бы выражен вот в полном своем сочетании. Основная часть скелета, вот она как бы по центру, это хребет или позвоночник. К туловищным позвонкам прикреплены рёберные кости. Они поддерживают вот нижнюю часть тела, брюшко или брюха, вот. Ну а там расположены уже органы. Несмотря на то, что рыба плавает в воде, и ей не нужно как бы поддерживать всё. Вода держит её во многом. Но, тем не менее, вот эти вот рёберные поддерживающие кости нужны. Без позвоночника тоже как бы не обойтись. Рыба всё-таки позвоночное животное. Вот это основное. К туловищным позвонкам, значит, рёберные кости. С рёбраны связаны также тонкие прямые и вилкообразные косточки, которые поддерживают мышцы. Но вот они от позвоночника вот вверх в основном расположены. И когда мы рыбу потребляем, вот именно в верхней части, среди коротких таких миотомных мышц, ну как бы пластиночками уложенных, вот как раз эти косточки. Но надо сказать, что у разных видов рыб разное количество этих костей. Вот позвоночник и рёбра так или иначе есть у всех. А вот эти вот вилкообразные косточки, ну где-то меньше, где-то больше. Говорят, вот костистая рыба, а это вот мало костистая. Позвоночник соединён со скелетом головы через затылочную кость черепа. Вот её тут не очень видно, но она есть. Отдельные части костного или хрящевого скелета соединены между собой с помощью волокнистых связок и сухожилий, которые построены из коллагеновых пучков и обладают гибкостью и растяжимостью. Ну вот здесь вот ещё видно, что все плавники имеют свой скелет. Вот плавно, спинной плавник, ну вот это, говорят, жировой плавничок такой. Где-то есть, где-то нет. Скелет костного плавника, скелет анальных плавничков, скелет грудных плавничков. Ну и вот тут вот ещё, где жаберная крышка, вот ещё есть плавнички. В принципе, вот всё это между собой связано, но не так, как у наземного животного. Там требуется, чтобы весь костяк плотно, строго поддерживал всё туловище. Ну а здесь вот немножко по-иному всё это. Плавники играют большую роль, вот, ну скажем так, гребёт рыбка вот этими вот плавниками. Вот они у неё трепещутся и, значит, с водой соприкасаясь продвигают рыбку вперёд. Хвостовой плавник – это больше рулевое управление, чтобы рыба могла поворачиваться. Ну и вот этот вот спинной плавник, он тоже в основном выполняет такую рулевую роль, помогая рыбке поворачиваться, помогая ей, допустим, вот он может немножко складываться, и рыбка может плыть вверх или плыть наоборот вниз ко дну. Вот это вот. Вот он, грудной позвонок, вот здесь вот. Вот тоже вот такой вот, видите, он вилочкообразный. Теперь мышцы. Мускулатура рыб включает три группы поперечно-полосатых мышц – туловище, головы и плавников. Основную массу мышц составляет расположенная по обеим сторонам позвоночника туловищная или соматическая мускулатура, состоящая из четырёх продольных мышц – спинных и брюшных, которые тоже разделяются перегородками из плотной соединительной ткани. Мышцы разделены поперёк тонкими перегородками – миосептами – на ряд сегментов, называемых миотомами. Ну, я уже говорила, что не обязательно всё это запоминать, но вот здесь вот мы посмотрим. Значит, вот туловищная мускулатура, видите, она такая вот состоит из Z-образных мышц, вот, и тоже как бы к спине мышцы – целая полоса мышц, и к брюшку мышцы – целая полоса. Опять же, когда мы поедаем рыбу, особенно если она заготовлена в целом состоянии, вот, можно снять шкуру, разделить аккуратно её по хребту и рассмотреть вот это вот строение мышц. И мышцы, видите, они отдельными миотомами, вот, такими вот, ну, как пластинками, что ли, разделены. Вот это будет. Кровеносная система. Ну, у рыбы двухкамерное сердце. У нас с вами четырёхкамерное. У наземных животных, таких как крокодилы, ящерицы, черепахи, у них трёхкамерное. Ну, а рыбы – более простенькое двухкамерное сердце. Вот оно здесь совсем небольшое. Ну, там ещё есть рисунок, можно будет там ещё чуть-чуть обратить внимание. Вот, состоит из двух частей – предсереде и желудочка. Поскольку оно небольшое, то и в переработку, вот, как скажем, сердца наземных животных, крупного, мелкого, рогатого скота и даже птицы, ну, рыбное сердце совсем не подходит. А кровеносные сосуды, в принципе, такие же точно. Есть аорта крупная, артерии и вены. Ну, вот здесь вот показана вот красным спинная аорта. И вот тут вот есть брюшная аорта. Вот тоже. Брюшная аорта, она именно такая обменная. Вот она берёт обогащённую кислородом кровь из жабер и уносит её дальше. Ну, а вот эта вот спинная аорта, иногда говорят, обменная, обменная. То есть она обменивает кровь, богатую пищевыми веществами и кислородом, на кровь, которая менее богата. Вот. Более простая, ну, работающая кровеносная система. Внутренние органы – это сердце, пищеварительные органы, почки, половые органы. Вот, смотрите, название – гонады. И плавательные пужины. Пищеварительные органы – это пищевод, желудок, печень, поджелудочная железа. Все они есть у рыбы, у всех рыб. От самых маленьких, там, ну, не знаю, сантиметровых, до самых больших, которые там длиной десятки метров. Но устроены они не так, как у наземных животных. И крупная, ну, в общем-то, пищевая, среди них только печень. Вот ее добывают, особенно если тресковая рыба, там, крупная печень, и она идет в пищевую. Если, допустим, акульи, там, очень крупная печень, извлекают жир из нее. Ну, в общем-то, все при деле. Все эти органы свободно подвешены в брюшной полости при помощи рыхлой брызжейки. Это система соединительной ткани, такие вот своеобразные тяжи, нити, ну, такие небольшие сеточки. Все вот это вот поддерживается в брюшной полости. И вот здесь вот немножко выделено. Печень рыб имеет относительно большие размеры, содержит глыбки, то есть какие-то скопления гликогена. Гликоген – это животный крахмал. Жировые клетки употребляются в пищу. И вот тут тоже немножечко выделено половые железы или гонады у рыб парные. Яичники или ястыки у самок и семенники у самцов. Яичник самок в зрелом состоянии наполнен икринками. Семенники самцов содержат густую молокоподобную жидкость. Это скопление семенных пузырьков, в которых развиваются сперматозоиды. А рыбы, животные раздельно полые, раздельно полые, отдельно самцы, отдельно самки. Ну, правда, у некоторых наблюдается такой переход своеобразный. Но мы говорим о рыбах, которые добываются, перерабатываются. Ну, и в некоторых случаях перерабатываются и вот эти вот половые железы или гонады. Извлекается икра, вы об этом знаете, и перерабатывается. Это чрезвычайно ценный в пищевом отношении продукт, да и в биологическом отношении очень ценный. Ну, и, в общем-то, семенники самцов тоже могут быть использованы. Другое дело, что они не перерабатываются, как ястыки с икрой у самочек. Но, тем не менее, вот в кулинарии, в домашнем, они могут быть как-то обработаны, ну, не знаю, там, посолены, пожарены, подвялены. Все это, в принципе, допустимо. Видите ли, рыбы, животные, имеющие внешнее размножение, да, за очень редким исключением. Поэтому икринки должны содержать весь тот материал, который потом используется малышами для развития. Вот внутри икринки развивается малек, да, вот, ну, потом из малька может быть еще личинка у некоторых рыб. И вот эти несколько дней, дни развития, ну, обычная икра развивается где-то в течение недели примерно. Вот не так, как курочка высиживает яйцо, в котором тоже все необходимое, ведь, ну, там где-то 20-21 день, да. А здесь вот буквально в течение недели обычно появляются мальки, но иногда мальки еще имеют такой мешочек запасной. Там еще немножко пищевых веществ, вот, и потом из малька может быть небольшая личиночка такая. Потом дальше они начинают самостоятельно питаться, и уже развитие идет вот с внешним этим кормом. А так все должно быть, должны быть белки, должны быть, ну, немножко углеводы, жироподобные вещества, да, и витамины, и минералы. Вот поэтому-то икра и такая ценная. А что касается семенной жидкости и развивающихся в ней семенных пузырьков, потом сперматозоидов, там в основном белки. Ну, есть и витамины, и минералы, и ферментная система очень серьезная. Ну, в общем-то, все, что необходимо. Извините, пожалуйста. Алло. Алло, Надежда Евгеньевна, здравствуйте, а вы в него не верите, случайно? Я в него не верю, у меня идут занятия, поэтому я вам, я вам потом перезвоню. Ага, все. Ох. Сейчас, ребята, я потом отвечу. Итак, это тоже ценный пищевой материал. Ну, вот здесь вот еще раз показана рыбка, вот в брюшной полости у нее различные органы. Вот маленькое сердце, вот более крупная печень, и есть желчный пузырь, поэтому, когда извлекается печень, нужно быть очень аккуратными, чтобы вот этот желчный пузырь не раздавить, иначе будет горечь сразу. Вот яичник, и там уже видно икру, вот крупный плавательный пузырь. Ну, плавательный пузырь можно использовать в пищевом отношении тоже, но в промышленности это не делается. А теперь покровная ткань и плавники. Покров тела рыбы состоит из кожи и чешуи. Ну, вот здесь вот кожа, она имеет двухслойное строение, вот вверху эпидермис. Это более мелкие, более плотные такие клетки, очень прочно улужены. Они защищают тело рыбы от повреждений, в том числе и механических, и они сдерживают, ну, каких-то вредителей. А вот толщина вот эта дерма, вот сейчас чуть-чуть я переведу, вот она, нижняя часть дерма, это уже подстилающий слой, который позволяет там где-то какую-то температуру удерживать, где-то сдерживать различного рода механические, опять же, удары, повреждения. Ну, и если это какие-то повреждения чисто покожные, то вот это все зарастает. Теперь смотрите, вот есть такие слизистые железы. Они выделяют некоторое количество слизи на поверхность, точно так же, как у нас кожа, выделяет, ну, такие жироподобные вещества, смазку своеобразную. И выделяют, потовые железы выделяют пот, это тоже защита, это тоже смазка, это предохранение от внешних воздействий. Ну, и здесь тоже слизистая железа, особенно когда рыбу мы вылавливаем, вот первое, что с рыбой случается, кожа выделяет большое количество слизи, и рыбка становится скользкой для того, чтобы не пересыхали вот эти покровные ткани, но и сохраняли какую-то часть жизни рыбе. Есть вот такие ядовитые железы, ну, надо сказать, что яд у них, в общем-то, разный по силе, но, как правило, для человека он не опасен, потому что мы вынимаем рыбу и начинаем ее мыть сразу, мы это смываем. Ну, ядовитые железы позволяют рыбе защищаться от врагов внешних, ну, бывают, что и насекомые водные, и бывают, что и микроорганизмы, вот тоже немножко это защита такая. В дерме имеются кармашки, в которых залегает чешуя. Вот смотрите, кармашки, в которых залегает чешуя. То есть чешуя, она не врастает в кожу. Она держится, ну, такой мускульной силой, вот как бы вот эти кармашки придерживают чешую, ну, прижимают ее, что ли, к телу. Чешуя имеет вид тонких, округлых и упругих фибриллярных пластинок, перегрывающих друг друга. Вот она. Ну, тут маленький рисунок, но, тем не менее, вот отдельные чешуйки, видите, они очень плотно покрывают тело рыбы и тоже выполняют функции защиты мышц, тела и внутренних органов от внешних паразитов и возбудителей. Чешуя улучшает гидродинамические способности рыбы, придает ее телу обтекаемость и спасает внутренние органы от давления воды. Сейчас мы еще вернемся. Под поверхностью чешуек имеется мелкий слой, слой мелких кристаллов гуанина, которые придают чешуе блеск. Ну, для рыбы блеск – это защита. Вот верхние хищники, которые сверху рыбы находятся, они, ну, как бы ослепляются вот этим блеском, ну, и, в общем-то, им понадобится не какое-то время, чтобы действительно напасть на рыбу, поймать ее. Ну, а нижние хищники, те, что внизу, обычно брюшка у рыбы более светлая, ну, если не белая, то все равно более светлая, чем спинка. И тоже вот на фоне неба, на фоне толщи воды рыбка вот этими отцветами, ну, как бы защищена. Теперь еще вернемся. Ну, то, что под самой чешуей, в самой чешуе вот этот гуанин, он, надо сказать, извлекается, и из него делаются вот эти имитации. Блеск, жемчуга, серебристые имитации – это еще делают. Сама чешуя по отношению к другим органам рыбы совершенно несъедобна. Это чистый, фибриллярный, неполноценный белок, который не поддается ни тепловой обработке, ни какой-то обработке, скажем, там, солью или маринадом каким-то. Ну, и есть его, в общем-то, совершенно не имеет смысла, потому что мы массу даже не прожуем хорошенько. Это чисто защитно. Теперь смотрите, вот еще один. Ну, большинство рыб плавает головой вперед, да? Есть, правда, такая рыбка, нильский сомик. Она плавает хвостиком вперед. Ну, и головой тоже. Вот при необходимости она может поплыть как бы против основного движения. Но раз так, то чешуя уложена вот здесь видно. Таким образом, как бы от головки к хвостику. Раз она не прирастает к костям, а удерживается только силой мышц, получается отсюда вывод, что чистить рыбу от чешуи надо с хвоста. Ну, не совсем это так. Обычно после того, как рыба выловлена и после того, как она несколько распустилась, что ли, мышцы у нее ослабли, вот тогда легче снять чешую. Берут обычно какой-то инструмент. Это может быть нож, это может быть специальная рыбочистка, это может быть там скрипки специальные есть. Есть чешуесъемная машина. Ну, для крупной рыбы, обычно размером там более 50 сантиметров, есть специальные машины. И вот тот орган, который должен собрать чешую, соскрести чешую, он должен совершать такие возвратно-поступательные движения от хвоста к голове, назад, ну и опять, и опять, и опять. Вот тогда чешуя снимется, ну, скажем так, наилучшим образом. И машина чешуесъемная, она не запускается в одну только сторону. Она тоже совершает вот такие немножко возвратно-поступательные движения. Если мы будем снимать чешую с излишним усилием, мы повредим кожу. А что уже дальше будет с такой вот поцарапанной рыбой? Ну, наверное, ничего хорошего, потому что кожная защита будет смята, кожная защита будет нарушена. Это и окисление, и это и прямые потери за счет вытекания рыбного сока и крови, это и микробиологическое заражение. Ну, лучше этого не делать, лучше почистить правильно и аккуратно. Если чешуя слишком толстая, если она слишком плотно прилегает к телу рыбы, то, в общем-то, тоже используют тепловую обработку, как и в случае, ну, скажем, снятия оперения у птиц, вот у тех же кур. То есть рыбу ошпаривают, ну, иногда бывает, что присаливают и немножко как бы растирают эту чешую, снимают ее с мышц, разные есть методы. Но вообще у многих видов рыб, ну, обычно не крупных, вот более таких мелких, и обычно из сельдевых, чешуя просто смывается. Просто в моечных машинах, а рыбу моют с утра до вечера, вот пока уже на сковородку не положат. Вот просто смывается большая часть чешуи. Так, еще немножко дальше. Ну, вот здесь вот еще немножко плавники. Значит, вот я сказала, что вот эти вот брюшные и грудные плавники, вот они как раз те, которые придают рыбе движение. Вот им это рыбка, ну, как бы гребет в воде. Вот. Плавник анальный, ну, вот здесь он такой крупный, на самом деле там меленькие плавники, они тоже приходят в движение и как бы толкают рыбку вперед. Хвостовой плавник – это руль, да, руль, который позволяет рыбке поворачивать. Вот она хвостом поворачивает все тело. Вот эти два спинные плавники, основной спинной и жировой иногда его называют, они обычно, ну, как бы схлопываются и позволяют рыбке двигаться в толще воды вверх и вниз. Ну, немножко тоже, как бы, рулят в горизонтальной плоскости и немножко добавляют рыбке движение. Теперь физические свойства рыбы. При решении вопросов приемки, перевозки, хранения, обработки рыбы, необходимо знать ее физические свойства, форму, размеры тела, плотность насыпную и объемную, тут где-то потерялась скобочка, массу тела, угол естественного откоса, угол сколжения, коэффициент трения и термические свойства, теплоемкость, теплопроводность, температура, проводность, ну, и в некоторых случаях электросопротивление даже. Вот коротко скажем об этих проблемах, ну, чтобы, по крайней мере, что-то такое услышав, вы правильно среагировали. Ну, а может быть, вспомните, что и для чего. Вот схема строения рыбы и как она, опять же, оценивается в размерах. Ну, вот мордочку, лицо рыбы называют рылом. Слово, может быть, не очень такое отменное, но, тем не менее, так есть. Так вот, от конца рыла и до конца хвостового плавника это общая длина рыбы. Обычная общая длина фиксируется, когда говорят о рыбе того или иного вида, того или иного семейства. Вот как-то ее характеризуют. Это вот крупная там общая длина больше 50, а это мелкая, вот меньше 15 и совсем мелкая 5-7 сантиметров. Теперь промысловая длина. Промысловая длина фиксируется, когда вот рыбу можно добывать. Рыбе же тоже нужно какое-то время, чтобы вырасти. Ну, часть промысловой рыбы растет примерно год, части нужно где-то 2-3 года, ну, а есть рыба, которая растет очень медленно и ее не вылавливает, потому что она должна достичь вот этой вот промысловой длины и должна, ну, по крайней мере, год отнереститься. Иначе мы настолько подорвем запасы, что потом и есть им ничего будет. Значит, промысловая длина, вот цифра 2, опять же, от края мордочки, рыла, до вот этих вот косточек, косточек хвостового плавника. Вот это промысловая длина. Длина тушки или туловища рыбы. Ну, что самое ценное? Конечно, туловище, да? Хотя и в голове есть что-то еще ценное, и хвостовой плавник пригодится. Вот длина тушки, вот цифра 3, значит, вот тут, где жаберная крышка кончается, и начинаются грудные плавнички, и до хвоста. Вот здесь вот хвост, не только вот это вот костное оперение, скажем так, но и часть вот самих мышц, внутри которых хвостовой скелет. Вот она промысловая длина. Ну, здесь вот разница между общей длиной и промысловой, вот кусочек, это длина хвоста. Ну, длина хвоста обычно фиксируется, когда мы этот хвост куда-то используем все-таки из головы, хвоста, плавников с пререзами мяса. Можно сварить бульон, да? Вот получается. Теперь форма тела рыб. Ну, форма тела рыб будет зависеть от условий обитания. Стреловидная, ну, вот стреловидная щука. Она сидит в засаде и охотится на рыбку. Выскакивает и съедает ее. Ну, может, не съедает, может, не поймала. Змеевидная, ну, змеевидная угорь. У нас змеевидных рыб практически нет. Вот близкая форма у налима, но это редкость. Сжатая с боков. Вот карповые в большинстве вот такую форму имеют. С боков сжатую. А сельдевые, вот здесь вот внизу, торпедообразную или веретенообразную форму. Ну, будет зависеть от того, где живет и чем питается. Вот в основном карповые, они не хищники. Они вегетарианцы, они там где-то в травке, где-то в водорослях, вот там выгодно иметь такую плосковатую, сжатую с боков форму тела. А сельдь, ну, она охотится на мелкую добычу. Там рачки, простите, планктон там разный. Вот она в толще воды имеет вот такую форму. Ну, плоская форма – это камбала. Еще вот несколько замечаний будем говорить. Урганы и ткани рыбы делятся на съедобные и несъедобные. Вообще съедобная часть рыбы может составлять от половины до 50%. Но, как правило, и отходов много в рыбе. Съедобные – это непосредственно мясо, печень, ну, в основном тресковых, молоки и икра. Ну, мясо и шкура, покровные ткани, они используются, как правило, вместе. И несъедобные – чешуя, плавники, жабры и кости. Ну, внутренности различные. Из внутренности вот тут печень только выделяется. Ну, о размерах рыб служат по длине, по массе. Вот мы там назвали, где у нас длина рыбы, где длина тушки и так далее. Удильный вес рыбы. Вообще центр тяжести тушки рыбы находится обычно вот в грудной части, ближе к голове. Поэтому и когда мы, вот, центр тяжести в передней части тела. Поэтому, когда мы помещаем рыбу на наклонную плоскость, вот движется она, допустим, по такому конвейеру своеобразному, то рыба поворачивается головой вперед, ее не надо ориентировать. И она в таком состоянии уже попадает под различные машины. Ну, машина, допустим, для удаления головы, машина для удаления чешуи. Есть еще машина. То здесь можно обойтись без ручного труда, без направляющих. Рыба сама повернется. Удильный вес, отношение рыбы к объему, он близок к единице. Поэтому в толще воды по гидрожелобам можно рыбу транспортировать. Так и делают. Тем более, что ее надо мыть, мыть, мыть. Объемная или насыпная масса – это масса рыбы в килограммах или в тоннах в единице объема. Обычно в кубическом метре. Когда рассчитывают емкости для хранения, для посола, для маринования рыбы, для определения площадей цехов, вот тогда это нужно. Угол естественного откоса. Когда мелкую рыбку насыпают на горизонтальную площадку, вот тогда просчитывается, как бы определяется вот этот угол естественного откоса. Либо рыбка вот в пирамиде лежит еще на транспортере, на столе каком-то, либо это уже начинает, ну, как бы растекаться, теряется вот это. Ну, угол естественного откоса, он обычно где-то, ну, до 45-50 градусов. Не так много, вот тут написано, до 60. Угол скольжения. Это угол наклона плоскости, при котором положенная рыба начинает скользить вниз по действиям силы тяжести. Опять же, вид рыбы, размеры, состояние, материал, из которого сделана плоскость, состояние поверхности сухая или смоченная. Ну, вот опять же, рыбу можно легко передавать просто наклонными транспортерами. Консистенция рыбы имеет значение при оценке качества и при определении необходимых усилий при механической обработке. Вообще всегда выгодно, чтобы рыба была достаточно плотной, упругой такой консистенции. Она тогда легко поддается механизированной обработке. Да и рыбу, если в домашних условиях или в условиях там общественного питания чистить, резать, вот еще как-то обрабатывать, то тоже выгодно, чтобы она была, как вот говорят, в состоянии тургора, да, то есть такая упругая, плотная. Теплоемкость. Это количество тепла, которое требуется сообщить рыбе или отвезти от рыбы, чтобы повысить или снизить ее температуру. Зависит от химического состава и, как всегда, определяется суммой теплоемкости. Ну, теплоемкость рыбы необходимо знать, вот именно когда мы ее либо нагреваем, либо охлаждаем или даже замораживаем. Вот тоже вот эти единицы, чтобы просчитать количество необходимого тепла или, наоборот, холода, это нужно знать. Теплопроводность, способность рыбы проводить тепло при нагревании, охлаждении и так далее. Ну, разная рыба немножко по-разному проводит тепло. Обычно рыба, ну, такая средняя по размерам и морская. Она, в силу того, что содержит больше макро-микроэлементов, вот в составе рыбного сока, она тепло проводит лучше. Температура, проводность. Тоже есть такой показатель, насколько быстро нагревается рыба. Скорость изменения температуры при нагревании или охлаждении. Ну, в принципе, большого значения температура, проводность не имеет. Но, тем не менее, вот у нас такое есть. Ну, и последнее, о том мы сейчас опять забудемся с вами. Электрические свойства рыбы при электроразмораживании, при электрокопчении тоже оказываются нужными. Вот, но электроразмораживание применяется редко. А вот электрокопчение рыбы, ну, оно, в общем-то, получило определенное развитие. И нужно для этого снять электрические свойства рыбы. Так, ну, тут опять вот этот рисуночек. 11 человек, значит, кого-то нет, да? Ну, потом мне, Румелям, сообщит, кто у нас тут вот оценивает. На сегодня достаточно. Мы встретимся с вами на лабораторных все-таки занятиях, чтобы послушать, посмотреть. Это у нас четверг, аж в 3 часа дня. Так, я останавливаю демонстрацию, хотя, возможно, тут пару минут еще у нас есть. Ну, ничего. Так, ну-ка я на вас посмотрю. Ага. Вот. Ну, не всех мне видно, но в большинстве видно. Все, ребята, на сегодня. До свидания. Не болейте. До свидания. Было познавательно. Спасибо вам большое. Удачи. Спасибо и вам тоже. Вот, почти всех я увидела. Кого не увидела, по крайней мере, прочитала, где у нас кто. Все, ребята, до свидания. До свидания. До свидания.